Девушки отдыхают Выстраиваются в очереди около колодца Кто же знал, что когда-то у меня не будет, короче, моей пятки Спорт без границ Петр Мухаев, даже лишившись ноги, не оставил любимое хобби Вы смотрите новости 24 на 6 канале, в студии Юлия Кузнецова Здравствуйте Утонул в ванной В вязниках захлебнулся трехлетний мальчик Трагедия произошла вечером 30 ноября, в день рождения малыша По предварительной версии следствия, в тот день мать ушла в магазин Дома с двумя детьми остался гражданский муж, отец младшего ребенка 25-летний мужчина решил искупать старшего мальчика Набрал воду и пошел в другую комнату, к сыну Молодой человек вернулся в ванну примерно через 8 минут Но трехлетний ребенок уже был мертв Как мужчина объяснил следователям, в комнате громко работал телевизор И он не слышал, что происходило в ванной Приехавшая скорая лишь констатировала смерть По предварительному заключению, ребенок утонул в ванной Но и эту версию эксперты подвергают сомнению Мама погибшего мальчика ранее привлекалась к уголовной ответственности За нанесение побоев этому же малышу И сейчас, в ходе предстоящей проверки, которую мы проводим При тесном взаимодействии с нашими коллегами Следственного комитета Нам предстоит дать оценку действиям органов системы профилактики Позиция прокуратуры области достаточно жесткая Мы будем требовать наказания для таких лиц Не взирая на чины и погоны И еще об одном чрезвычайном происшествии Пожар в Коврове унес жизни троих человек Ночью в жилом доме на улице Пролетарской Загорелась пятикомнатная квартира на пятом этаже Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в час десять Спасатели выехали в ту же минуту Площадь пожара составила 10 квадратных метров Двое погибших проживали в этой квартире Третий был в гостях По нашим сведениям, данные граждане вели о социальном образе жизни Квартира напоминала свалку Предварительная причина пожара – курение В состоянии алкогольного опьянения И люди, в принципе, умерли от отравления угарным газом Целый город без воды Жители Камешкова уже пятый месяц вынуждены искать альтернативные источники живительной влаги Система водоснабжения в городе не работает Организация, которая отвечает за подачу воды, признана банкротом Кто же вернет людям воду? В этом вопросе разбирался Евгений Локтионов Едва прибыв в Камешково, мы поняли Проблема отсутствия воды в городе тотальная С июня ее нет у большей части населения Во всяком случае, об этом нам наперебой рассказывали жители улиц Карла Либлихта, Владарского, Зеленой Вообще нет Вот я на третьем этаже живу Вот сейчас у меня под ниточки полилось, потому что все ушли на работу В воскресенье вообще нет суббота В воскресенье, только ночью Вот я где-то до часа не сплю А когда стираю, то и до трех Воды уже нет, наверное, месяца четыре Раньше вода текла Хотя вода у нас плохая Желтая, масляная какая-то Так и этой-то воды у нас нет Ну что это такое? Ну вот четыре месяца у нас воды нет Хозяина что ли нет у этой воды? Добыть живительной влаги Для многих в городе теперь главная забота Напор прям отличный А другой кран будет? То же самое Но когда-то все-таки появляется, да? Ночью Часов в двенадцать В начале первого Но напор еле-еле слабенький Но и та вода, что начинает сочиться из крана ночью Не вызывает у жителей доверия Вот ночью у нас вот такая идет водичка В течение четырех дней бутылочка становится таким цветом Елена Дмитриева воспитывает четверых детей Чтобы натаскать воды на стирку и приготовление пищи Уходит половина дня Ведь до колодца приходится идти через частный сектор Конечно, тоже торфом отдает Но ничего Пить можно Любопытно, что четвертый месяц За воду с жильцов никто не требует платы Прежние предприятия, осуществляющие водоснабжение города Признаны банкротом А кто новый владелец сетей Жителям неведомо Просто знаем, что они не утвердили тарифы в июле Поэтому счетов нам нет Вот с июля по один раз в августе там были как-то Сейчас кто-то новый Кто непонятно, неизвестно Никто ничего не сообщает Знаем только, что владелец, управляющий Или кто он там, Панин Камешково – город маленький И нам все же удалось найти фирму Которая будет обеспечивать город водой Вывески у офиса пока нет Но сам Андрей Панин, директор ООО ВИК Оказался на месте Выяснилось, что на прошлой неделе ВИК Согласовал с областным департаментом Тариф на водоподготовку и канализацию Так что дело стронулось с мертвой точки Жители начнут платить нам с 10 декабря этого года Будут заключены договора на поставку воды И услугу водоотведения Ну, соответственно, будет набран штат людей Которые будут осуществлять эту деятельность Так что будет налаживаться И вода появится Получается вся надежда Камешковцев На нового директора ресурсоснабжающей организации Правда, репутация у самого Панина в городе не очень хорошая Бывший руководитель ЖКХ Камешковского района До сих пор находится под следствием по делу О ремонте крыши детсада в селе Волковойно Напомним, после урагана крыша была восстановлена меценатами Однако Панин заплатил за ремонт Некой коммерческой фирме 266 тысяч бюджетных рублей Комментировать события недавнего прошлого Директор отказался Без комментариев Я не хочу обсуждать этот вопрос Теперь Панин занимается не крышами, а водой Когда именно она появится в квартирах Камешковцев Директор не знает Но то, что она в любом случае будет не питьевой, а технической Уже понятно Еще бы, ведь изношенность труб в Камешково достигает 88% А содержание железа в 90 раз превышает норму Другой воды у нас нет Мы, вот, наша организация Можем поставлять только эту воду Другого нет Так что придется Камешковцам еще подождать до тех пор Пока из их кранов вновь польется ржавчина За которую, кстати, будут взимать деньги по тарифу, как за питьевую О чистой воде из крана, впрочем, здесь даже не мечтают Евгений Локтионов, Иван Людков, 6 канал Как изменения в законы изменят нашу жизнь Спикер облпарламента сегодня прокомментировал законодательные поправки Принятые на ноябрьском заседании облпарламента Как не допустить попадания жизненно важных объектов в частные руки Отменит ли закон о веселящем газе И как мы будем выбирать депутатов в городских и районных советах на следующих выборах Узнал Александр Инин Главное новшество в коммунальной сфере Жизненно важные объекты коммерсантам Теперь будут предлагать не в аренду, а в концессию Чтобы не получилось, как с Александровским водоканалом Когда бизнес получил к нему доступ И чуть ли не намеренно подводил предприятие к банкротству Горводоканал можно будет взять только в концессию Это, так скажем, сверхвыгодные объекты Которые, к сожалению, у нас в области иногда умудряются банкротить Для того, чтобы сдать в аренду и банкротят потом Представляете, то есть это явно наживаются Явно пытаются каким-то образом муниципальную собственность Вывести под частные структуры Еще один важный момент Капитальный ремонт многоквартирных домов Финансировать его теперь мы будем сами Для этого и специальный региональный фонд создается Платить мы будем по 6,50 с квадратного метра Некоторые жильцы уже говорят, что это дорого В других городах взнос меньше Спикеры поспешил успокоить Цифру выводили специалисты Специалисты утверждал департамент цены тарифов За работой нового фонда, куда потекут наши денежки Будет жесткий контроль Мы можем ведь по одному рублю собирать Ну, значит, в 6 раз больше будет меньше ремонт проводиться Количество ремонта Можно вообще в 50 копеек собирать Значит, уже в 12 раз будет меньше отремонтировано жилья Можно там увеличить, да Значит, будет больше ремонтировать жилья Я думаю, что деньги, ну, в любом случае Никто не планирует воровать По-прежнему жестко контролируется ситуация И с веселящими шариками Хотя некоторые комментаторы поспешили заявить Госдума не поддержала наш закон Ничего подобного, заявил сегодня Киселев Шариками с веселящим газом Во Владимирской области По-прежнему торговать нельзя За этим следит Госнаркоконтроль Более того, по словам спикера Подобные законы сейчас принимаются И в других регионах А ответ из Госдумы был Совсем про другое Государственную Думу мы направили Законодательную инициативу Чтобы приравнять веселящий газ К наркотическим веществам Вот Государственная Дума не поддержала это Она не приравняла веселящий газ К наркотическим веществам И все И немного политики Облпарламент внес изменения В избирательный кодекс Теперь Советы муниципальных образований Можно будет избираться Только по одномандатным округам И никаких партий с их списками У нас есть масса случаев Когда человек фактически ничего не делает Заплатит какие-то денежные средства Какой-то партии И становится Так скажем Депутатом Органа местного самоуправления Это первое Второе То есть он фактически не вел никакой работы Во время избирательной кампании И потом не ведет никакой работы С избирателями Александр Инин Александр Мажаров Шестой канал Выходить на лед рано В регион пришли морозы И рыболовы с нетерпением ждут Когда закончится ледостат Ну а в областном управлении МЧС предупреждают Открывать сезон зимней рыбалки Пока опасно Когда выходить на лед будет можно И какие правила поведения необходимо соблюдать Расскажет Алексей Соков Выходить на лед опасно для жизни На водоемах области появляются уже первые заледи А небольшие пруды и озера Где-то уже и вовсе покрылись тонкой коркой льда Именно в это время Как говорят в областном управлении МЧС Люди чаще всего проваливаются под лед Для того, чтобы лед был соответствующей толщины Был безопасный лед Необходимо, чтобы температура воздуха Была минус 10 градусов Порядка 5-10 дней Тогда можно выходить на лед И безопасным считается лед синий Синего цвета Несмотря на все предупреждения спасателей Любители зимней рыбалки ждут не дождутся момента Когда можно будет открыть сезон Некоторые пока еще проверяют лед на прочность А кто-то уже на свой страх и риск Выходит на тонкий лед Гулял с собакой, а мог бы и сезон открыть Хотел фотку с льда скинуть, но не получается В общем, 95 кг пруд у дома держит Завтра попробую открыться У нас все озеро в густе замерзло В следующие выходные можно уже пингвинить На более-менее серьезных водоемах Проезжал сегодня мимо зеленев Народ уже торчал на льду Около 6 человек Так что открытие у некоторых уже состоялось Видел даже рыбеху у лунки Куда вас несет? Неужто не подождать пяток дней? Содышко – излюбленное место рыбаков-зимников Водохранилище находится в городской черте Да и улов там может быть неплохой Лед на этом водоеме пока еще не встал Река только начинает замерзать Но буквально через несколько дней Когда установится минусовая температура На реку выйдут настоящие фанаты Ребалки, которые рискуют искупаться в холодной воде Случаи, когда люди, не дождавшись укрепления льда Выходят на водоем, нередки И касается это не только рыбаков Любители покататься на лыжах Или на коньках по свежему льду Спасатели тоже предупреждают О необходимости соблюдения правил поведения на воде При себе необходимо иметь крепкую веревку И пару гвоздей Чтобы в случае чего выбраться из воды Ведь, как говорят спасатели Человек в ледяной воде продержаться может максимум 10 минут В том году, например, в городе Мурме На закрытом водоеме Ну, проще, извините сказать, просто болото Нашли человека по весне Мерзший в лед Скорее всего, человек просто провалился Статистики по провалившимся подлёд В МЧС не дают Как правило, если такое происходит То люди к спасателям не обращаются За исключением случаев, когда, например, приходится Вытаскивать ушедший под лед автомобиль Кстати, выезжать на водоемном машине категорически запрещено Как и разводить костры За нарушение правил поведения на воде В зимнее время физическим лицам грозит штраф От 800 рублей до 4000 Но и эти меры не всегда действуют Так и приходится сотрудникам инспекции По маломерным судам дежурить у рек и озер области И предупреждать людей Что выходить на лед пока опасно для жизни Алексей Соков, Ян Захаров, Шестой канал Прямо сейчас коротко ещё о некоторых интересных событиях этого дня Осторожно фальшивые деньги Во Владимирской области участились в случае сбыта поддельных денежных знаков Только за минувшие сутки зарегистрировано 7 фактов Ненастоящие деньги пытались сбыть во Владимире и Вязниках Как правило, злоумышленники пускают в ход тысячные и пятитысячные купюры Полицейские призывают жителей области быть бдительными Перебой с водой скоро закончится Администрация города предупреждает На Нерли пошла шуга Ледяная крошка, которая образуется перед ледоставом, забила сифоны Специалисты держат ситуацию под контролем Организовано круглосуточное дежурство бригад Сифоны очищают от ледяной крошки вакуумным методом Роспечать оштрафовали В одном из киосков Владимира на улице Чайковского Продают табачные изделия А рядом, менее чем в 100 метрах, детский сад и колледж По новому закону такое соседство недопустимо Роспотребнадзор оштрафовал Роспечать на 3000 рублей Влюбленный в жизнь, даже став инвалидом Петр Мухаев не отказался от привычного образа жизни И своих увлечений И как только выпал первый снег Петр, который после аварии лишился одной ноги По традиции достал свой сноуборд и поехал кататься Кстати, сегодня во всем мире отмечается День инвалидов И многим из них не хватает уверенности в себе Человеком, который, вопреки всему, продолжает жизнь полной жизнью Встретился Алексей Дудин Петр Мухаев пример для подражания всем тем, кто опустил руки и не захотел бороться с обстоятельствами и жизненными трудностями Вот уже второй год подряд с первым снегом он приезжает на этот горный склон Петр сноубордист, пара-сноубордист В начале 2000-х он катался и работал инструктором по обучению начинающих Трагедия случилась осенью 2008-го После страшной аварии спортсмену отрезали правую ногу выше колена Была больница, потом долгий восстановительный период, который продолжается до сих пор Встать на доску было сложно, рассказывает Петр И дело не в боли Протез нельзя было использовать для катания Пришлось искать другой Долгая история с этим протезом Из Америки через там 55 рук, короче говоря Добыл спортивную коленку специально На ней ходить, конечно, чрезвычайно сложно Но на ней ходить нельзя, она специально для спорта сделала В России мне предлагали ее почти за 12, что ли, или за 10 долларов Тысяч Из Америки мне ее привезли за 4 На днях он вернулся из Голландии В стране тюльпанов Петр Мухаев получил международную классификацию спортсмена-инвалида Теперь он может участвовать и на чемпионатах мира, и на европейских первенствах Пара спортсмен рассказывает После аварии он сразу решил, что любимый сноуборд вновь станет одним из главных хобби в его жизни Доска просто работала в виде полки для книжек Вот это вот время Пришлось все книжки с нее сбросить, да И попробовать Да не было просто сомнений никаких Я знал, что надо было определенное время подождать На параолимпийские игры в Сочи Петр не поедет По словам спортсмена, от России там будет участвовать всего два человека Тем не менее, сноубордист не отчаивается Он намерен тренироваться и покорять новые вершины Мир вам, братья, сестры! У Петра есть еще одно увлечение Музыка Правда, оно еще и доход приносит Он солист известной Владимирской рок-группы «Шесть пяток» Есть еще сила, кого есть и ход Под шерстоком русский народ У нас было трое человек, трое друзей У каждого были больные пятки Поэтому назвали группу «Шесть пяток» И как интересно сложилась судьба Кто же знал, что когда-то у меня не будет, короче, моей пятки Вот такая вот ирония судьбы «Шесть пяток» группа осталась, а пятки не осталось Но у него есть такая воля и сила духа Которой может позавидовать любой здоровый человек А увлечения, музыка и спорт сильно помогают Петру И этот полный жизненных сил и позитивных эмоций парень Как никто другой знает, что не нужно опускать руки, несмотря ни на что Надо гнать просто прочь сомнения от себя все, любые Ну вот, брать и делать Не надо сидеть и размазывать сопли там дома Вставайте Я знаю, что просто людей миллионы Людей миллионы Ноги и руки отлетают каждый день просто И где они все? Мы никого же не видим Я знаю, что они есть Вставайте, чуваки, выходите на улицу Звоните, пишите, что-то делайте На санках хоть катайтесь Вы не сидите дома Алексей Дудин, Александр Мажаров, «Шестой канал» Владимирские передвижники Местные живописцы решили отправиться в экспедицию И собрав только лучшие из своих работ Художники колесят по городам области Кстати, в каждом городе к ним присоединяются единомышленники В этом году живописцы посетили девять городов И останавливаться на достигнутом они не собираются Кому же пришла в голову такая идея Узнала Валерия Саенко Виктор Беляев признается Для художника создание картины Процесс настолько увлекательный Что при работе трудностей не замечаешь Вот и у этого речного пейзажа своя история Работу Виктор писал долго И завершать творение пришлось уже в темноте Практически на ощупь Зато теперь картина путешествует создателям на выставках В рамках творческого проекта «Экспедиция» Идея какая была Проехаться по городам нашей губернии И по возможности изучить культурную жизнь на местах Поскольку об этом нашему великому стыду Мы практически ничего не знали Целью было не только на других посмотреть Но и себя показать Кроме Виктора в путешествие отправились Еще четверо владимирских художников Фонд работ все время пополняется Ведь в каждом городе к экспедиции Присоединяется новый участник Сейчас художников уже 12 И все работой довольны В каждом городе о выставке оставляют Только хорошие отзывы Нахожусь в неописуемом восторге От просмотра картин на вашей выставке Впервые на вашей выставке Интересные работы запоминаются настроением Артистизмом работы Беляева Лимоновой Радостной, Гусенковой Романтически, Золотовой Огромное спасибо Творческое путешествие Виктор задумал еще в 90-х годах Но обычная передвижная выставка художников не интересовала Нужна была идея Вдохновил творцов на экспедицию мореплаватели, первооткрыватели Антарктиды, а также наш земляк Михаил Лазарев По примеру Лазарева, который в 1813 году отправился в кругосветное путешествие Владимирские передвижники свою экспедицию по городам области закольцевали Первую экспозицию строили во Владимире Творческая экспедиция еще не окончена, а художники уже с головой ушли в новые планы Готовят проект «Водный путь» Работу будут отбирать и по тематике, и до населенных пунктов, где будут проходить выставки, тоже планируют добираться по воде Водный путь – это уже как бы развитие, естественно, такое логическое продолжение развития экспедиции Мы выходим за пределы губернии Ну а пока нужно закончить экспедицию В феврале начнется второй этап проекта На этот раз Владимирские передвижники отправятся в Вязники Валерия Саенко, Ян Захаров, Шестой канал И последнее Где еще во Владимире появились светофоры с таймером? Какие зарплаты предлагают владимирцам? И где уже начали заливать каток? Ответы на эти вопросы знает наш обозревающий твиттера Иван Людков Светлана Круз побывала сегодня в роли метеоролога Она написала, что ночью было минус 6, в 9 утра минус 7, а уже в 11 минус 10 И подытожила – стремительно холодает Андрей Маринин сообщил, что на перекрестке улиц Мира и Горького В дополнение к светофору установили обратный цифровой отсчет, что очень удобно А Алексей Скворцов поделился, что на Верхней Дуброве установили светофор с циферками, что также не может не радовать Алексею Владимирскому предложили сегодня подработать в должности сторожа дворника За все про все Алексею предлагают 5,5 тысяч рублей Алексей думает, куда обратиться, ведь таких зарплат быть не должно Леонид Новиков поделился эксклюзивными монетами и значками от Банка России в связи с предстоящей Олимпиадой в Сочи И последнее – Елена Аксенова рассказала, что в парке Липки уже начали заливать каток И даже поделилась фотографией Так что пора готовить коньки На этом все. Не забывайте читать нас в Твиттере Эти и другие новости вы всегда можете найти на нашем сайте 6tv.ru Если вам есть о чем рассказать, звоните нам 36 66 66 И вы тоже можете стать героем нашей программы Спасибо, что провели это время с нами Всего доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова